Привет! Мы с вами находимся непосредственно по станции метро Сокольники. И как все знают, после выхода из метро Сокольники, сразу нас встречала Сокольническая площадь, прямо перед метро, и которая вела торжественно, так сказать, прямо до парта Сокольники. И все шли в парк Сокольники только через эту площадь. И вот здесь все видели храм слева, допустим, да, и жилые дома находились, и все гуляли по этой площади, была скамеечка, много таких деревьев еще довольно старых. Ну вот это все было примерно несколько лет назад, еще года два назад, да, сохранялось. Но теперь эта площадь уничтожена, потому что на всей площади от метро Сокольники и до Сокольнического парка идет строительство станции метро Страмынка, большую кольцевую линию новой строящейся, которая будет соединяться со станцией метро Сокольники. Поэтому пространство, конечно, оно осталось, вот это, да, то есть между домами, да, и, соответственно, между бывшими двумя проезжими частями вот этой вот площади, которая тут находилась, пешеходной такой площади в основном, ну и проезжей части вдоль нее, но, а самой площади уже нет. Ну, возможно, когда метро построят, то, наверное, как-то все это там уже как-то восстановится, там автомобильное движение с обеих частей площади, как это раньше было, да, и как-то организуют это пространство, допустим, перед новопостроенной станцией метро Страмынка и перед Сокольниками как-то все это будет сделано, типа, наверное, какого-то транспортно-пространственного узла там с окружающей территории, но это уже будет другая площадь, и она в любом случае уже не будет такой красивой, такой живописной, как она была раньше, потому что здесь всего много по настрою, опять много будет зданий. Площадь была тема хороша, что она действительно была таким свободным пространством, в котором люди шли, гуляли, были скамейки, здесь иногда устраивались какие-то там развалы, какие-то там мероприятия всякие праздничные, каких-то типа таких гуляний было народных и так далее. То есть такое действительно было довольно большое территория, большое свободное место по пути в парк Сокольники. Ну, сейчас, к сожалению, в парк Сокольники приходится пробираться там где-то, так сказать, по фасадам домов, там где-то по крайней площади по этой, ну, потому что сейчас вся площадь фактически перекрыта. Вот, проходит она от Русаковской улицы, как раз до парка Сокольники, улица Сокольнический бал, но и была она бульварного типа, да, с двумя проезжими частями, с односторонним движением транспорта, разделенными как раз вот этой пешеходной аллеей с газонами, деревними кустарниками, скамейками, декоративной оградой. И длина этой площади, ну, так вот, если взять до парка, около 500 метров. Она имеет вид прямоугольника, названа была в 2003 году, вот, по местности Сокольники, понятно, что здесь находилась, и была на образованной части Русаковской улицы, части площади Сокольнический Казахстал, которая находится около парка Сокольников. Вот, и вот закрыли ее, соответственно, началось строительство метро с конца 2017 года, но хотят закончить строительство до конца этого, 2019 года. Ну, не знаю, может быть, правлят там еще до 2020 года, где-то так. Ну, где-то уже там, конечно, строительство вовсе идет, но пока ей ни конца, ни края не видно. Хотя, может быть, внутри там что-то происходит, конечно, наверняка. Вот, значит, ну, метро Сокольники, это была, соответственно, одной из первых станций метро, которая открылась в 1935 году, как раз, одновременно, с открытия метро, и было организовано движение по красной ветке от Сокольников до парка культуры. Вот, так что, увидел он сам по себе довольно такой интересный. Недавно его отреставрировали, там, обновили, вот. Вскрыли такие какие-то новые изображения, там все это почистили. Не новые, а старые еще советские изображения почистили там. Так что тоже можно посмотреть. Ну, а так, на площади находятся несколько жилых домов, высотных. Вот, два восьмиэтажных, а пятиэтажные и семиэтажные, и двенадцатиэтажные. Вот, и все дома, кроме одного, двенадцатиэтажного были построены. И как жилых домов здесь? Всего четыре, да? Два, ну, дома, соответственно, шестнадцатиэтажных, на этой площке построенных в 388 году. И, соответственно, ну, и тоже, остальные дома тоже. Ну, в общем, четыре дома, и они все шестнадцатиэтажные. Такие высотные дома, ну, видите, вот эти, когда вы выходите из метро, вот сразу такие вот бело-голубые дома, вот, такие характерные достаточно, вот. Ну, в принципе, таких домов я даже как раз в Москве не встречал, ну, может, похоже. Есть, и все были построены жилые дома здесь, вот эти шестнадцатые этажные на этой площади в 1980-х годах. То есть уже ближе к концу советского времени. Вот, причем интерес, что на первом этаже шестнадцатых этажных домов, которые есть корпус-1. Кстати, на всех, ну, все эти дома, они, в принципе, такие вот, с нежилыми первыми этажами, с такими пристройками на первых этажах. Ну, рядом метро, тем более, находится. И тут пристройка, находятся разные там магазины и так далее. Ну, так сказать, всякие такие вот, короче, нежилые объекты. Ну, в том же, дело-то, шестнадцатых этажных домов, по-другому, 9, корпус-1, 383 года постройки. На первом этаже находится торговый центр «Зенит». Вот, также кафе-клуб «Дюплекс», магазин «Бинокли, прицелы, телескопы». Ну, кстати, такой довольно знаменитый магазин, вот, «Зенит». Это еще советское время тут, в общем, находится в Сокольниках. Вот, ну, а в 16-этажном доме, по-другому, 9, корпус-1, на первом этаже находятся у него сам «Дикси», кафе «Муму», рестораны, бар «Сокольничий» и другие нежилые объекты. Ну, кроме того, также около метро находятся и некоторые другие торговые центры. Они прямо вот так идут вдоль Сокольнической площади, туда вот вдоль жилых домов целый такой вот идет проход, вот, прям как раз который идет к храму. И вот здесь такой проход идет между домами, между домами и вот этой площадью, проезжей части. И здесь как раз идут всякие тоже такие вот торговые павильоны, ну, торговые центры, как бы такие вот торговые помещения. Ну, а самым главным, конечно, объектом на этой площади, несомненно, является православный храм «Воскресение Христов» в Сокольниках, здание по дороге 6, его хорошо видно от метро, прям сразу, как выходим на эту площадь. И даже несмотря на то, что сейчас там идет стройка, все это перекрыто, всякими там разными щитами и так далее, вот, мало что можно видеть. Но все-таки этот храм, он даже сейчас довольно-таки неплохо заметен. Он двухэтажный, состоит из верхнего и нижнего храмов. Главный престол как раз посвящен, верхний храм посвящен именно воскресению Христову, по которому весь храм называется, воскресение Христово. Ну, а пределы нижнего храма посвящены иконе Божьей Матери всех скорбящих радостей, апостолам, храм Титру и Павлу. Еще есть, это вот, верхний храм, да, главный престол, верхний храм воскресения, да, а пределы именно вот иконе Божьей Матери всех скорбящих радостей, апостолам, Петру и Павлу. Ну, а нижний храм находится в подклете, он крестильный и посвящен Христову Христову. Храм построен в начале 20 века, никогда не закрывался, даже в советское время, но некоторое время, в 1340-х годах, находился у обновленцев. В 1045 году в храме проходил поместный собор русской православной церкви, который избрал патриарха московским Алексея I. В 1048 году в храме прошло совещание глав и представителей автогипальных православных церквей. Ну, несколько, у нас же много, да, православных церквей, там 15 всех православных церквей. Ну, вот, в мире я имею в виду, вот, помимо русской православной церкви, еще и более десятка других православных церквей. Вот здесь было как раз совещание, все глав православных церквей. Храм построен в стиле русского модерна, состоит из основного объема 4К с 9 куполами и колокольни. В декоре мы видим барабаны главок, а поясно-брамцевской плиткой синего цвета. В интерьерах иконостас сделан из кипариса, а в нижнем храме позолоченный иконостас. Также икона в дубовых киотах. Внутри храмовой живопись выполнена от влияния прессок Михаила Нестерова, художника знаменитого, который он делал в барху Маринской обители. Перед входами в церковь северо-восток и западу устроено крыльца с щипцовыми завершениями, в западном кольце на нее устроена звонница. Свознание образа храма, ориентированного на образцы зрения русского зодчества, способствуют телевидные кокошники в основании глав, также арочные перспективные порталы, оформляющие входы и высокие щелевидные окна. Примыкающие к церкви территории Саграды и Дамы Ампличетой занимают небольшой квартал перед главным входом в парк культуры и отдыха Сокольники. Ну и помимо храма и четырех жилых домов, также на улицах находится, ну собственно территория храма фактически, да, магазин склад Сокольники, художественное производство, предприятие Соклина, вот, бывший дом Причета вот этого храма, начала 20 века. Ну а по другую сторону, от храма по другую сторону площади, за жилыми домами, находится Дом молодежи Сокольники, здание подром 7, построено в конце 19 века, обновлялось в начале 20, ну и потом дважды перестраивалось еще в советское время, в 1926 и 70-х годах. Ну вообще изначально это был театр Тиволи, вот, а потом был уже в советское время кинотеатр Луч, а здесь там Ленин выступал в 20-м году, по поводу там 3-х годовщины театрской революции. Вот, ну а, соответственно, в 1987 году, уже в конце советского времени, тут был организован университет партизма и ленинизма, но недолго он просуществовал, и его заменила в 90-х годах уже дискотека. То есть тут проходило довольно много дискотек, ну а сейчас Дом молодежи, где работают разные кружки и студии разные, по разным направлениям. Вот, ну что я хочу сказать, конечно, сейчас как-то, если раньше действительно площадь была местом для отдыха, да, то, к сожалению, сейчас никак местом для отдыха не назовешь. Сейчас вот огромная стройка, занявшую всю площадь, так что даже машинам проехать невозможно, все перегородили, поэтому, конечно, сейчас здесь очень некомфортно гулять, ну разве что в храм сходить, конечно, это понятно. Ну, Дом культуры тоже можно посмотреть в Сокольнике, ближе к парке туда, вот, ну, а так, конечно, здесь в любом случае побывать стоит, ну, наверное, может быть уже, если сейчас не хочется, во время стройки уже потом, когда она закончится, но в любом случае, я думаю, многие здесь и были, и, конечно, если кто-то не был, то побывайте. Приятных прогулок и до новых встреч на улицах Москвы.